Здарова, ребята! Сегодня речь пойдет про Apple TV 4K. На русскоязычном YouTube не так много видео на эту тему, и я все-таки исправляю эту ситуацию, потому что эта приставка, на мой взгляд, очень офигенная, недооцененная, и про нее действительно очень мало говорят именно на русскоязычном YouTube. Начать я хочу с того, какие приставки у меня были от Apple, это была Apple TV третьего поколения, это была Apple TV четвертого, и вот сейчас 4K, но не вот этого 2021 года, а 2017 года. По факту различия между ними минимальные, да, стоит более свежий процессор приставки нового поколения, новый пульт, вот эти все дела, но по факту это все та же приставка. И, собственно, все то, что я сегодня буду говорить про приставку 2017 года, можно смело равнять на приставку 2021 года. Внешний вид этой приставки, давайте так, охарактеризую одной фразой, он идеально впишется в любой интерьер, а абсолютно любой квартиры. Выполнен из глянцевого пластика, собственно, это натуральный пылесборник. Если у вас есть в квартире пыль, она будет магнититься к этой приставке. Ну, если без шуток, я считаю дизайн вполне удачный, и единственное, что напрягает в этом дизайне, это лампочка белая, которая светит, мне кажется, и может освещать всю комнату. Если у вас в квартире в комнате темно, где стоит Apple TV, и вы включаете эту приставку, то просто вся комната, она освещена этим белым индикатором. Что касается разъемов этой приставки, то все очень просто. Ethernet для подключения интернета, кабель питания и HDMI. Собственно, все, больше тут ничего нет. Нету ни USB-C, как было в прошлом поколении, и нету кабеля, с помощью которого можно было подключать оптические всякие вот эти ваши колонки и сабвуферы. Что касаемо пульта, он называется Siri Remote. Вот здесь, вы знаете, просто 100% в стиле Apple сделан пульт. Пульт также выполнен из глянца, который подвержен сбору отпечатков пальцев. Просто, не знаю, мне кажется, опять же, со всего вашего района все отпечатки пальцев будут магнититься к этому пульту. Орган управления этим пультом достаточно простой, то есть вы свайпом по вот этой площадке, тач-площадке, как ее можно назвать, пальцом мойки, собственно, как на айфоне, все привыкли, все замечательно. Но есть маленький нюанс в этом пульте, когда вы его берете, допустим, в темное время суток, да, вы не видите, что вы берете, и вы, естественно, можете задеть эту тач-площадку, и фильм может перемотаться, или там поставиться на паузу, или вообще выйти. Можете из этого фильма случайно нажать на какую-то кнопку. Вот здесь есть прям небольшая такая претензия к Эплу, что касаемо вот исключительно пульта. А так, в принципе, пульт по аккумулятору также он держит, ну, не знаю, наверное, месяца три, я его не заряжал, уже не знаю, наверное, перед днем рождения в последний раз, а это было в сентябре, а сейчас 22 февраля. А AirPlay с помощью этой технологии можно передавать, собственно, видео с вашего мака, айфона, айпада на эту приставку, собственно, выводить на большой экран. Не очень юзабельная фишка, скажете вы, я вам отвечу, наверное, да, я соглашусь. За все это время, что у меня эта приставка на руках, около телевизора, давайте так, этой функцией я воспользовался несколько раз, один из удачных разов, когда ко мне приезжал друг с отпуска, и он показывал с помощью вот этой технологии на большом экране свои фотографии из отпуска. Да, это здорово, прекрасно, но в повседневной жизни, наверное, эта фишка не так часто используемая, как хотелось бы. Но есть интересные фишки, как это можно все использовать, допустим, запустить игру на айфоне, подключить геймпад к айфону, там, к айпаду, не знаю, маку, и выкинуть изображение на телек, и, собственно, играть на телеке. Вот здесь тоже будет достаточно интересно, хотя эта фишка, опять же, для меня не особо юзабельна, так как я мало играю вообще на айфоне, на Apple Arcade, в общем, ну, кому это нужно, собственно, тот, наверное, про эти все штучки знает. ТВ-ВС, на мой взгляд, это идеальная операционная система для этой приставки, она выполнена, опять же, в минималистичном стиле, минимум настроек, минимум всяких заморочек, работает все плавно, не тормозит, что, согласитесь, очень важно, мне кажется, это определяющий фактор, когда вы пользуетесь вообще абсолютно любым устройством, начиная от айфона, да, там, телефона, планшета, там, часов, ну, а ТВ-приставка, собственно, ее основная задача какая? Воспроизводить контент, то есть ты пришел, лег на диван, взял пульт, включил приставку и есть там идет какой-то лак в интерфейсе, все достаточно очень грустно, тебя это начинает напрягать. Так вот, в ТВ-ВС такого нет, ТВ-ВС это блестящий, на мой взгляд, оптимизированная операционная система под конкретные задачи. Она обновляется точно так же, как и iPadOS, iOS, хотел сказать, iPhoneOS и, собственно, в день релиза там свежей iOS выходит также ТВ-ВС с исправлением каких-то багов. Что касаемо софта, вот здесь давайте уже мы подходим к более такому интересному. Софт это самое главное, что может быть в подобных гаджетах. Apple TV для чего нужно в основном, да, соответственно, воспроизводить какой-то контент и все кинотеатры, которые вы знаете, все официальные большие кинотеатры, конечно, имеют здесь приложение. У меня установлено несколько кинотеатров, но в основном я пользуюсь Кинопоиском, это не реклама, ничего, просто реально действительно классный, удобный сервис с очень понятным и интересным приложением, в отличие от, давайте скажем так, его конкурентов. Ну и, конечно, у меня стоят другие кинотеатры, я, собственно, подписку там не плачу, но там есть какой-то бесплатный контент, иногда можно посмотреть. Если вы думаете, что на Apple TV все платно, нет, это не так, вы просто ставите сторонние приложения и смотрите без подписки что-то, контент, который доступен. Если есть фильмы в этих кинотеатрах в 4К, все будет воспроизводиться в 4К, звук Dolby Digital там 5.1, все это работает вообще офигенно, идеально. В общем, приложение также обновляется, как на вашем смартфоне, без всяких заморочек у меня сайта автообновления, то есть я сегодня лег спать, утром проснулся, все у меня уже свежее приложение, то есть, ну, как бы со всеми фишками, плюшками, нововведениями. Поэтому здесь тоже я прямо очень сильно рад. Что касаемо YouTube, здесь самое главное, конечно, тоже все в 4К поддерживать, 4К, HDR, все вот это очень красиво, все прекрасно. И опять же повторюсь, что приставка Apple TV это больше на потребление контента, вот именно видеоконтента. Также стоит помимо кинотеатров у меня пара приложений, такие как радио, можно послушать радио любое, собственно. Очень классное приложение, тоже советую вам поставить. Ну и стоит приложение Камин, это в темные, холодные вот эти зимние вечера. Я включаю этот камин на фоне там Apple Music и спокойненько чувствую, что тебя что-то согревает в этот зимний холодный вечер. Что касаемо магазина приложений, да, он тут и есть, но вы знаете, я захожу в него практически никогда. Когда ты поставил, собственно, все изначально, все кинотеатры, все, чем ты пользуешься на каждый день, необходимость в этом магазине вообще отпадает. Да, там есть всякие игрушки, как платные, так бесплатные, так же и приложения, платные и бесплатные, там какая-то погода, какие-то ТВ онлайн, вот эти смотрешки, там фигушки, все вот это. Ну, как бы мне это не особо надо, я зашел, посмотрел, вообще ничего интересного нет. Но есть еще очень интересная фишка, если вы ставите приложение на iPhone и оно есть в библиотеке Apple TV приложений, то оно автоматически установится и на вашу приставку. Эту функцию можно отключить, но согласись, это прикольно, когда ты такой, о, нашел приложение на iPhone, которое там, допустим, тебе интересно, скачал, и оно у тебя на Apple TV тоже автоматически установилось. iPhone, iPad можно использовать как пульт управления для этой приставки. Не знаю, насколько это тоже интересная для вас информация, но если у вас сломался пульт или вы где-то его потеряли, знайте, что iPhone и iPad можно использовать как пульт. Что касаемо Siri на этой приставке, то здесь все вообще неоднозначно. Да, прилетело обновление, которое добавило русский язык в HomePod в Apple TV, поддержка Siri я имею в виду, но вы знаете, все достаточно грустно. Все достаточно грустно, если ты скажешь, Siri, найди мне фильм, условно, там, с Мелом Гибсоном, она ничего тебе не даст. Она может сказать тебе, какая погода сейчас, как бы ладно, окей, но это не особо тоже юзапельно, для меня, по крайней мере. Ну и второе, чем я пользуюсь вот именно Siri, это голосовой поиск. Я бы не сказал, что достаточно удобный интерфейс в плане набора текста на этой приставке, и как раз-таки вот эта кнопочка на пульте с микрофоном дает прямо, не знаю, вторую жизнь, наверное, этой приставке. Ты просто нажимаешь эту кнопку, удерживаешь, говоришь свой голосовой запрос, и, собственно, этот голосовой запрос передается на строку поисковую, и все, находится нужный видос. На YouTube я пользуюсь вообще каждый день этой штукой. Короче, вот здесь прям хорошо. Но по факту Siri достаточно прямо вообще обрезана, ну, она бесполезна на этой приставке, что касаемо именно русскоязычной, давайте скажем так, аудитории этой приставки. TV+, вот здесь тоже прямо очень все хорошо. Когда этот сервис запускался в далеком уже не помню ком году, все было грустно, было мало контента. Контент был не переведен на русский язык. Сейчас кардинально другая ситуация. Я пользуюсь активно этим сервисом. Любой новый фильм, любой новый сериал выходит уже с русской озвучкой, дублированной озвучкой, то есть это не закадровый перевод, это исключительно дублированная озвучка, прям вообще красиво. Все фильмы выходят в 4К, Dolby Atmos, Dolby Vision, какие-то фильмы. В общем, здесь прям все замечательно. Конечно, если мы сравниваем с кинотеатрами, там, такими как Netflix, это достаточно смешно. Конечно, база фильмов там гораздо больше, но Apple TV плюс вот этот вот сервис идет достаточно уверенно, снимает действительно качественный контент из последних сериалов, которые вот прям суперски за меня зашло. Это сериал про баскетболистов, называется «Стойкость», прям вообще офигенный сериал. Также «Доктор Брейн» мне дико зашел. Фильм по наклону и полуметражный фильм, они тоже снимают. Зовут очень известных, известных звезд, таких как Том Хэнкс, Том Холланд, Бен Стиллер, Ума Турман сейчас тоже, вот я смотрю, сериал «Под подозрением» называется. В общем, фишка в том, есть еще помимо сериалов, есть еще детский контент, есть познавательный контент а-ля Discovery, тоже очень интересно посмотреть. И я повторюсь, что все это снято в 4К изначально. То есть это не 1080p как-то растянуто на 4К, нет, все снят прям офигенно. Картинка супер топ, опять же, она развивается, сервис этот развивается, появляются, наверное, плюс-минус каждый месяц пара новых сериалов. И действительно, эти сериалы не проходные, качество сериалов на высоком уровне, и хочется прям смотреть эти сериалы. По поводу подписки, 199 рублей все это стоит, но если у вас есть Apple One, допустим, 525 рублей, вот в моем случае 525 рублей я плачу, нас 5 человек в этой Apple One, и, соответственно, 105 рублей в месяц для меня там и Apple музыка, и Apple TV+, там и Arcade доступно, поэтому для меня это вообще, считайте, бесплатно. И я ни капли не жалею, что пользуюсь сервисом от Apple TV+. Экосистема неотъемлемая часть тепловых продуктов, и вы знаете, здесь прям все замечательно. Фотку на iPhone сделал, можно посмотреть спокойно на Apple TV. На Apple TV посмотрел сериальчик, с iPhone, допустим, не досмотрел серию, включил на iPhone и досмотрел с того же самого места. То есть здесь прям хорошо Apple музыку послушал, песенки добавил, они, опять же, на всех устройствах доступны. В общем, здесь планник и системы нового для вас я ничего не открою. Все замечательно работает, прям перфект, как говорится, заверните еще. Пространство на аудио также доступно, как и на iPhone, на iPad. Здесь тоже, собственно, долго говорить мы об этом не будем. Включили кино, подключили AirPods Pro, AirPods Max, свои прекрасные за 40 тысяч рублей. Лежите, смотрите все в пространственном аудио. Что касаемо Apple Music, здесь тоже есть форматы Lossless, Dolby, Atmos, вот эти все дела. Но если ваша система аудио не поддерживает, соответственно, ну, этого вы и не услышите. А так есть соответствующие значки под каждой песней, под каждым треком, Lossless, собственно, вот. Apple Fitness, собственно, расширяет возможность этой приставки. Я пользуюсь Apple Fitness, у меня есть подписка на год. И здесь я вам скажу, это очень интересный сервис, стоит, по-моему, 250, что ли, рублей в месяц, либо полторы тысячи за год. В чем прикол этого сервиса? Если у вас есть Apple Watch, вы подключаете, запускаете приложение Apple Fitness, выбираете любую тренировку, главное, чтобы у вас было место, чтобы вы тут прыгали, бегали. Вы выбираете любую тренировку и, собственно, в верхнем левом углу показывается экран ваших часов, ваш пульт, вот эти все, ой, ваш пульт, ваш пульс, калории, вот эти все дела. И, собственно, с тренерами вы занимаетесь фитнесом в домашних условиях в период вот этих вот всяких карантинов и ограничений. Это очень классная штука. Я не скажу, что я часто стал этим пользоваться. Я пользовался на старте этим достаточно долго. Потом я просто купил абонемент в спортзал и острая необходимость занятия дома этим фитнесом отпала. Ну, так периодически раз в неделю, два раза в неделю можно побегать, попрыгать. Также там всякие есть медитации, йоги, очень интересный сервис. Вообще приставка с вот этими обновлениями, да, там, когда в Россию прилетают все вот эти сервисы, она прям начинает жить, как будто вдыхает новую жизнь. В общем, если у вас есть Apple Watch и есть эта приставка, обязательно попробуйте Apple Fitness. Хотя бы там месяц бесплатный есть. Если понравится, просто берите подписку. Но берите сразу на год, так прям дешевле там, прям прилично дешевле. По поводу Apple Arcade еще пару слов скажу. Здесь вообще не пользуюсь, если честно. Да, база игр уже что-то там какая-то становится приличная. Но для меня игры на Apple TV как-то вот не вошли. И извините, я тоже про это говорить не могу вам там что-то. Так как я не являюсь пользователем этого сервиса, можно было бы там рассказать, что, ой, какие классные игры. Я не знаю, ребят, я не играю. Если вы играете на iPhone и на iPad, то все то же самое будет и на, собственно, Apple TV. Контроллер подключили, сидите, играйте вообще без проблем. Но так как я этим не пользуюсь, собственно, что я могу вам про это рассказать? Ничего. Ну и вывод, стоит ли покупать эту приставку, вы знаете, если у вас Apple TV 4 и у вас обычный Full HD телевизор, то, наверное, нет. Но если у вас 4K телевизор, конечно, надо брать. Это подойдет и обычная вот эта приставка 2017 года и 2021. В принципе, опять же повторюсь, просто 2021 года приставка помощнее. А так, ну, в плане железа, а так плюс-минус, оно все одинаково. Это, знаете, как купить iPhone 12 и iPhone 13. Если вы хотите, чтобы интерфейс вас радовал, если вы хотите получать актуальные обновления приставки, то, конечно, обмену операционной системы, то, конечно, Apple TV это прям ваш выбор, никаких лагов. Опять же, здесь очень важно ощущение от использования приставки. Когда ничего не тормозит, ты получаешь свежий контент постоянно в хорошем качестве. Опять же, повторюсь, что немаловажно, без лагов, то твоя душа радуется, она раскрывается. Ты получаешь действительно удовольствие от просмотра контента. Да, вы скажете, есть Mi Box, которые там в 5 раз дешевле, ну, не в 5, в 4 раза дешевле. И выполняя ту же функцию, ради бога, можете выбирать эту приставку. Но не забудьте про, опять же, экосистему. Не забудьте про плавный интерфейс, про обновление ПО. Ну и то, что это Apple, и это продукты не на год, не на два и не на три. Это продукты на, не побоюсь этого слова, лет на 10. И дизайн не устаревает, по-моему, вообще ни на грамм продуктов Apple. Вот такое получилось видео. Если оно было вам интересно, конечно же, с вас лайк. Ребят, с вас лайк. Я делаю видосы, стараюсь, собственно, привношу в массы какие-то такие узконаправленные темы. С вас лайк, с меня новые видосы. Дальше больше. Всем здоровья, берегите себя, своих близких. Увидимся в следующих видео. Пока. Продолжение следует...